МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система управления ЧИТОЙ намерена поменять ЗАГС Собрания Забайкальского края, чтобы уйти от двоевластия, когда есть глава города и сити-менеджер. Законопроект обсудили сегодня в Комитете по госполитике. Начальник управления Министерства развития гражданского общества, униципальных образований, молодежной политики Яна Валько, представляя законопроект, напомнила, что в настоящее время в структуре городской власти есть сити-менеджер, глава городадминистрации, избираемый по конкурсу, и глава города, который избирается гордумой с числа депутатов. С ее слов ЧИТО, единственный город в Забайкале с таким порядком формирования власти. По законопроекту предлагается избирать главу города из кандидатов, представленных на конкурсную комиссию, и назначать его же главой администрации. Валько пояснила, что существующая структура вызывает отрицательный общественный резонанс, поскольку люди не понимают, как устроена власть и кому обращаться. Некоторые энергокомпании, например, в Бурятии, включали в тарифы свои расходы на ВИП-нужды. Об этом пишет ТАС со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова. В нескольких регионах, таких как Бурятия, Башкортостан, Архангельская, Псковская, Воронежская, Московская области и другие, были выявлены факты включения в тариф необоснованных расходов на сумму почти 6 миллиардов рублей. Среди этих расходов были затраты на обслуживание премиум автомобилей и проведение банкетов. Также Краснов поручил строго контролировать перерасчет оплаты за непоставленные ресурсы в тех регионах, где зимой часто происходили отключения электроэнергии. ТГК-14 планирует провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения в Чите за 602 миллион рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Примечательно, что деньги будут выделены из бюджета Читы в рамках казначейского кредита. Согласно контракту, планируется отремонтировать 173 объекта. Все работы будут идти по индивидуальному графику. Ремонт начнется с 10 апреля и закончится не позднее, якобы 23 октября. Большинство объектов, подлежащих ремонту, располагаются в микрорайоне Северный и в Первом микрорайоне. Но в списке также улицы Красной Звезды, Юньская, Шилова, Автогенная, Нискевича, Карла Маркса, КСК и другие. Исправительную колонию номер 3 в Чите планируют снести к 25-му году на ее месте построить учреждение объединенного типа. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий в интервью ВГТРК. Он отметил, что новое учреждение будет соответствовать всем современным европейским стандартам. Обслуживать его будет 1030 человек личного состава. Начальник краевого УФСИН также добавил, что многие, увидев документы о новом строительстве, спрашивают, не новый ли это аэропорт в Чите, на что он отвечает, нет, это будет новая тюрьма. Ранее сообщалось, что уникальную тюрьму за 20 миллиардов рублей построят в Чите к 27-му году. В свою очередь жители соседнего региона высказались против строительства мультиколонии.